Девушки отдыхают Князь Джой, приветствую вас Можешь подняться Благодарю Уверен, ты понимаешь важность этого расследования Ты можешь помочь? Если бы не ваше высочество, меня бы давно не было Я совершил ошибку и раскаиваюсь У меня есть книга, где записаны все сделки и взятки, полученные чиновниками Я передам ее вам Надеюсь, что вы смилуетесь и пощудите меня Хорошо По закону За помощь в расследовании преступник получает снисхождение Если поможешь, отделаешься легким наказанием Да Ваше высочество тоже собирается? Неподалеку есть храм Мы можем там укрыться К счастью, крыш не протекает Так странно, погода же была хорошей Дождь пошел Не могу в это поверить Чего? Ваше высочество, о чем вы? Знали, что будет дождь? Где сей? Он извинился и отошел Нет Что? Сюда Господин Джоу, благодарю Если бы не вы, меня пришибло бы молнией Благодарю его высочеству Это он спас тебя Вы обладаете даром предвидения и спасли мне жизнь Я очень благодарен вам за вашу доброту Он чуть не умер от удара молнии Невозможно Муженек, ты чего уставился на меня? Наслаждаюсь пейзажем За твоим окном пейзаж не хуже Туда и смотри Нечего на меня так пялиться Джаутэ Что? Как дела у Сюя? Не волнуйтесь, ваше высочество С ним все в порядке Вскоре он передаст нам книгу Лавочник Сюй? Он не умер? Кто умер? Что? Никто? Просто мысли вслух Не обращай внимания Подожди-ка Но согласно сюжету Лавочник Сюй умер от удара молнии До того, как передал ключевое доказательство И Тин Чуаню пришлось попотеть, чтобы найти эту книгу Что у нас тут вообще происходит? Сюйджет Что ты сказал? Ничего Просто мысли вслух Ладно Ваше высочество Книга у нас Лавочник Сюй очень благодарен вам за спасение Отлично Ваше высочество Ваше высочество Могу я поинтересоваться? Как вы узнали про удар молнии? Если я тебе скажу Что прочел это в мыслях моей жены Ты поверишь? Ага Чего? Вы читаете ее мысли? Ну как? Чтение мыслей же это Трюк шарлатанов на ярмарке Меня это тоже удивляет Но тем не менее В ясный день пошел дождь Свидетель вышел на улицу И чуть не погиб от удара молнии Обо всем этом я узнал из ее мыслей И все так и случилось Остается только верить Получается Вы подслушали мысль ее высочества И спасли жизнь Сюю Но как вот ее высочество узнало об этом? Для меня это загадка Ваше высочество Ваше высочество А вы чьи угодно мысли читать можете? Или же только мысли ее высочества? Давайте проверим На мне Прочтите мои мысли Ничего Совсем ничего Невероятно Ваше высочество Я как раз ни о чем и не думал Тогда Что будем делать дальше? Я должен Разобраться в этом Сюэр, смотри Карпы приплыли Джоу, ты? Да Сегодня чудная погода Видишь? Да Рыбам тоже нравится О, и ты здесь Можешь не продолжать Я все поняла Второе правило Не попадаться на глаза Наслаждайся Я ухожу Так просто одет Абсолютная безвкусица Ну же, давай Госпожа, пожалуйста, помедленнее Я не успеваю Почувствуй ритм Пять Шесть Семь Восемь Быстрее Пять Шесть Семь Восемь Пять Шесть Семь Восемь Выше ногу Неплохо Пять Шесть Семь Еще Здорово Ваше высочество Попробуйте Шесть Семь Восемь Чего ты за мной таскаешься? Погода Хорошая Подумал, можно немного потренироваться Ладно Но ты тренируйся, не буду мешать тебе Я пойду И, кстати Не халтурь Иначе не будет эффекта Взрослый мужик разоделся, как павлин Что за мерзость? Идем Да, госпожа Что это за танец? Как тяжело Сегодня луна такая большая и круглая Очень красивая Точно Вернусь и куплю себе телескоп Буду на луну смотреть Что? Джау-ты Луна сегодня прекрасная Да Наверное Чего ты ходишь за мной Словно призрак Сейчас идеальное время Чтобы полюбоваться луной Правда? Какой надоедливый Госпожа Вам не кажется, что принц хочет посмотреть на луну вместе с вами? Ты ошибаешься Все, что он хочет, выгнать меня за пределы поместья Сюэр Мы уходим А у тебя обширный гардероб Не устал переодеваться? Сегодня луна Огромная Очень Ваше высочество Вы несколько раз подходили к ней Удалось что-нибудь узнать? Ее голова забита какими-то глупостями Непонятно Посмотри Не понимаю значения этих слов Вайфуй Ночное КВ Могильник Макдональд Садись, давай Есть идеи? Первое Это какой-то рис А остальные Кто его знает? Непонятно Еще вот это Сюэдзи 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 Сюэджет Точно Сюэджет Не знаю, что это Я предполагаю Что Сюэджет? Это имя мужчины В своих мыслях Она прокручивает воспоминания о нем У этого человека Такое имя Круглое И огромное От такого ничего хорошего не жди Понятия не имею, кто он Но уверен, у них какие-то особые отношения Думаю, кто-то подталкивает ее к странным поступкам Мы должны выяснить Какие у них планы? Да Ваше высочество Князь Тань попросил принять его Пригласи Да А вот и он Давно я не был у тебя Здесь почти ничего не изменилось Да Пятый брат Чем обязан Твоему приходу? Ты не покидаешь поместье со дня свадьбы Все время сидишь здесь Я соскучился Вот и решил навестить К тому же у меня есть подарок для невестки Небольшой знак внимания Премного благодарен тебе Мышь, братья, не благодарей Кстати Я слышал, ты продвинулся в расследовании О коррупции среди чиновников Это так? А что? Тебя это интересует? Меня всегда восхищала Твоя беспристрастность И нетерпимость к нарушителям Однако Хотел бы дать тебе совет Иногда Важно понимать Когда следует остановиться Если продолжишь в том же духе Поставишь под удар многих при дворе И в том числе и себе Тогда продажные чиновники возомнят Что они выше закона Нам нужно пресекать это Иначе народ будет страдать Пятый брат Как ты можешь подобное говорить Будучи членом императорской семьи? Четвертый брат Иногда водоем глубже, чем кажется Попытка нащупать дно Может стоить жизни Не волнуйся Каким бы глубоким ни был водоем Это лишь небольшой пруд Если проявить настойчивость Можно добраться до берега А вот живности, притаившиеся на дне Придется всплыть Согласен? Ваше высочество Похоже, князь Жуй добрался до лавочника Сюя Мы нигде не можем его найти Свидетель меня не беспокоит Главное уничтожить Счетную книгу Неужели князь Жуй не проявит снисходительности к брату? Что вы намерены делать? Мой брат упрям Доберемся к нему через жену Я Тиньёй Рад встрече, невестка Циньёй Князь Тань? Именно Циньёй, князь Тань, хитрый человек Ниточки расследования Цинчуаня ведут к нему Он хочет использовать меня, чтобы помешать своему брату Но я-то автор Меня не провести Значит, вы князь Тан Рада встрече Я столько слышал о красоте невестки И вот сегодня убедился Ну что вы, что вы Я тоже весьма польщена в вашем лицемере Красотой лица я имею в виду Невестка, всем в столице известно Как сильно ты влюблена в моего брата Прими мои самые искренние поздравления с долгожданной свадьбой Однако я слышал, невестка Что брат холоден к тебе Главное, мы женаты Придётся смириться с этим Кроме того, брак пожалован самим императором Как же я могу развестись? Невестка Я так сочувствую У меня есть чудодейственное средство Любовное зелье Нужно лишь напоить им брата И он тут же влюбится в тебя по уши И будет верен до конца жизни Ну что? Хочешь опробовать? Я дам тебе зелье В обмен на маленькую услугу Ваше высочество Столь драгоценное зелье Используйте лучше на себе Сюэр, уходим Это второй сюжетный поворот Твоя задача Заключить союз с Циньюэм Всё очень просто Заключи сделку с Циньюэм Выполни все его просьбы Не справишься в течение трёх дней Задание будет считаться проваленным Зараза Почему именно такое задание? Я передумала Это зелье такая редкость Говорите, я готова Что делать? Невестка Ты уверена? Кто же в здравом уме откажется от такого? Просьба моя небольшая Достань мне счётную книгу Которая является доказательством В расследовании четвёртого брата И зелье твоё По рукам Значит Мы теперь на одной стороне? Точнее, некуда Дурёха Дурёха Болван Чего тебе? Ты так усердно работаешь, не покладая рук Наверное, так сильно устал Поэтому я Поэтому я решила тебя порадовать холодными закусками Чтобы ты подкрепился Раньше ты вела себя по-другому С чего стала заботливой? Есть такая поговорка Бесплатный сыр Только в мышеловке Хватит тебе уже умничать Сюар Да Ваше высочество Что это? Холодный сэндвич Холодная собака? Не похоже на собаку Не важно Самое главное, что это вкусно Ничего себе, муженёк Какой же у тебя просторный кабинет И обставлен неплохо Так дорого-богато Где же он прячет эту счётную книгу? В сюжете не уточняется, где именно находится тайник, в котором спрятана счётная книга Где же он может быть? Так не пойдёт У меня мало времени Нужно быстрее выкрасть книгу и передать Тиньюю Чего так уставились? Ешьте! Пока свежая Почему они так на меня пялились? Неужели... Подозревают меня? Нет, сегодня ничего не выйдет Слишком много людей Попробую в другой раз Неужели из-за того, что я здесь, ты чувствуешь себя смыщённым? Ничего страшного, я уже ухожу А вам желаю насладиться блюдами из будущего Приятного аппетита Холодная собака? Её высочество такая странная Счётная книга Ценьюй Ваше высочество, вы о чём? Она хотела выкрасть счётную книгу для князя Таня Её высочество? Никогда бы не подумал, что ваш брат решит подкупить её А ещё в этом деле замешан Таинственный Сюйджет Ваше высочество, что же делать дальше? По моей задумке, Тин Чуань Трудоголик, каких поискать Предан своей стране и народу В целом, он очень порядочный человек Не хотелось бы мне портить его расследование и жизнь Однако, домой мне хочется гораздо больше В конце концов, придётся выкрасть книгу Продолжение следует... Драгоценная главная улика Тин Чуань мог бы спрятать её и получше Однако, по первоначальной задумке Тин Чуань так и не нашёл книгу И не раскрыл дело из-за отсутствия улик Кату под хвост месяца напряжённой работы А на докладе у императора Князь Тань дискредитирует его Бедняжечка, мой муженёк Да мне-то какая разница Это лишь история, которую я написала Чего я так беспокоюсь о нём? Он типичная жертва абьюзивных отношений со стороны мачехи Я сейчас, кажется, перегибаю палку, издеваясь над персонажем Ладно, разок проявлю доброту Сюэр, чернила и кисть Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok